Нашла классную историю на Reddit, которую нам с вами обязательно надо обсудить. Мой жених только что сказал мне, что собирается уехать на Рождество на 17 дней и не пригласил меня. Мы с моим женихом вместе уже 4 года. Он родился и вырос в Великобритании, но переехал сюда 8 лет назад. Я из США. Детей нет, планируем пожениться следующим летом. Сегодня за ужином он как бы невзначай сообщает мне, что собирается в Англию на Рождество. Я была ошеломлена и удивлена этой информацией, поскольку впервые услышала о подобных планах. Меня он не пригласил. Он сказал мне, что построил планы давным-давно и поездка продлится 17 дней. У него есть один племянник в возрасте 3 лет и большая семья в Великобритании, поэтому я понимаю желание навестить их. У меня нет семьи в США, у меня очень маленькая семья, 3 человека, и они живут за 3000 миль отсюда в Калифорнии. Меня эти новости сильно расстроили не только потому, что меня не пригласили, но и по сути потому, что я поняла, что проведу этот день в одиночестве. Это так крипово. Последние 4 года мы отмечаем Рождество дома, но по-особому. Мы тратимся на изыскный сыр, жарим утку, украшаем елку. Каждый год я ищу особое украшение, которое ассоциировалось бы с моментом, который у нас был, или с нашей шуткой. Мы даже наряжаем наших кошек в галстуки и бабочки. Еще одна причина, по которой я нахожу это решение бессердечным, заключается в том, что я довольно новенькая в этом городе, в котором мы живем. И хотя у меня есть несколько хороших знакомых по моей отрасли, у меня нет близких друзей, с которыми я могла бы провести этот день. Я люблю Рождество и считаю ее своим любимым праздником из-за традиций новых и старых. Я так расстроена, что не могу уснуть. Должна ли я поехать в Калифорнию, побыть со своей почти токсичной матерью, чтобы просто не быть одной? Остаться дома, пожарить утку для нас с кошками, нанять мужчину для праздника, отправиться в серф-тур на Бали? Мне кажется, тут так много красных флажочков со стороны парня. Был один комментарий, который очень созвучен с моим мнением. Вот это он. Он уже был бы моим экс-женихом, если бы сказал мне такое. Ты не оставляешь свою невесту на 17 дней на празднике. Ты уверен, что он планирует возвращаться? Давайте разбирать эту историю и жду вас в комментариях.